Сегодня день Конституции. Вот Зорькин выступил, который председатель Конституционного суда, и заявил, что Конституция самая ценная, что сегодня есть в правовом хозяйстве России. Прикольно, да? То есть в 1993 году принята Конституция, они ее пытались повсячески кастрировать, и многократно это делали. Все равно это самое ценное. Знаете, почему для Зорькина это самое ценное? Потому что его Конституция кормит. А это для него самое ценное. Конечно, это мерзавцы конченные. Я помню Бурбулиса, который был одним из авторов Конституции. И вот в 2000-е годы, вначале приехал, я там вредом дум был, он приехал в Саратовскую областную думу. Что-то там в какие-то конституционные слушания, чтения, там какая-то хрень была. Я, естественно, на все эти мероприятия не пошел, потому что мне было гадко, и Гурбулиса я терпеть не мог. А вот на заседание дум, конечно, я не мог не пойти, да? И там это было... А, не, вот... Да, да. И он там присутствовал, и я задал ему вопрос. Я говорю, а вы вот не подскажете сейчас... Только говорю, да или нет, все остальное отлукаво. Сейчас нарушается Конституция. Он начал, да вот, видишь ли, Юра там, ну как обычно. Я говорю, не-нет, да или нет, скажет. Нарушается Конституция властями? Да, нарушается, но это не фатально. Ну, как же не фатально? Фатально. Зорькин за крепостное право. Да, он об этом и говорил, этот гад. И вот, касаемо Конституции. Верховный суд разрешил конфисковывать совместную собственность супругов, если один из членов семьи признан виновным в совершении преступления. Понимаете, можно все обнулить. Представляете, то есть супруги проживают, да, там, они с имуществом, и тот, допустим, и другой съехали, поженились. Никакого договора у них нет, да, один из супругов, к примеру, там, против войны, да, там еще. Его обвинили в терроризме, с конфискацией, и в результате отняли у всех, и у супруги, и у детей отняли все. Кстати, вот к вопросу о Конституции. Такая Конституция, которая самая ценная. Если Верховный суд в условиях действий такой Конституции может это сделать, то, ну, все, я могу сказать, это мерзость. Интересно, видео интересное. Посмотрите в телеграме на канале «Революция». В Иркутском микрорайоне батарейный вышел народ, какая-то женщина обращается к Путину. Ну, там, недорогой, нелюбимый, ничего не прозвучало. Там Владимир Владимирович сразу, то есть, нарушили, конечно, этикеты, не на коленях стояли тоже, и рассказывали, что им нужен мост. И в конце они кричат «Нам нужен мост». Но кричат так, что слышно. Вот я лично слышал их «Нам нужен мозг». И я думаю, действительно, им нужен мозг, тут никуда не денешься. Они абсолютно без мозгов, потому что они обращаются зачем-то к Путину. Зачем можно к Путину только обратиться, чтобы что-то потерять? Как помните, говорят, зачем вам машина, если у вас дорог нет? Вот так и здесь. Им нужен мозг. Братья, ужас какой-то. Обратите внимание, сейчас на этом многие будут играть, что нет у народа мозга, и перед выборами все будут собираться вот с такими шоблами, просить у Путина чего-то там мосты, мозги, там, я не знаю, как у Гудвина. Помните, там страшила мудрый уголь. У Гудвина просил мозг. Исследование провела в Высшей школе экономики, какой-то там экспертный совет. Знаете, о чем говорят? О том, что выставка «Форум России» вызвала чувство гордости у 97% посетителей. То есть, наиболее частые эмоции после посещения выставки граждан – гордость, радость, удивление, восторг и интерес. Представляете, ну, это же просто прелесть какая-то. Выставка вызвала гордость. Что там? Космонавские костюмы, которые самодельные сделали в Машкирии, в них ходили. Или что там еще вызвало интерес, да? И гордость. Россияне задолжали за электроэнергию более 320 миллиардов рублей. То есть, больше трех миллиардов долларов. Можете себе представить? Безумное количество денег россияне задолжали. Вернуть их нельзя будет никогда. Потому что у россиян нет таких денег. И вот это вызывает гордость, да? Вот у тех, которые ходили на выставку, говорят, вот такие гордые, блядь, что должны. Погром жизни никогда не расплатимся. Там какие-то бешеные триллионы рублей, да? Это вообще 32 триллиона. Россияне должны в общей сложности за все там. Из-за по кредитам, из-за ЖКХ, за все там. Ну, это была цифра, прозвучала. Сейчас я думаю, что она выросла. То есть, это день, которых нельзя вернуть. Просто нет в природе. Для, по крайней мере, граждан России, да? Там где-нибудь в Китае есть, там в Америке есть. А в России нет. Сумолеты аэрофлота дважды не смог улететь в Таиланд. Из Красноярска, Красноярск, Пхукет. Да, и не смог он никак, что-то поломался. Вот. Я так понимаю, что Як-40 вырулил на грунт. Во Внуково тоже слетел. Вологодского авиапредприятия. Ну, там известные такие Як-40. Помните, на таком Як-40 погиб Артем Боровик. А до этого там много всяких выкрутасов было, когда выяснилось, что они бочку крутят на гражданском самолете Як-40. Да, помните, там еще такая днестатная ситуация была. И приехала комиссия разбираться. И оказалось, что они на Як-40 мертвую петлю с пассажирами крутили. Ну, правда, это были какие-то газовики. Они там газовали. И вот они бочки постоянно крутили. А это однажды даже крутанули мертвую петлю. Я не знаю, как он не развалился. Загадка. Но за что купил, зато и продаю. Это в отчете есть. Я смотрел официальный отчет, как они не убились. И об этом никто много лет не знал. И только вот в результате того, что проводилось расследование, узнали. Так что это такое. Логотское вот это авиапредприятие, оно очень известно. Известны своими подвигами такого плана. Вот здесь они укатились, видите, куда-то. Но что мы видим? Мы видим, что приближается тот страшный момент, когда будет трагедия с человеческими жертвами авиационными. Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Ленинском округе Иркутска. То есть, представляете, пожарные не приехали вовремя. Потом приехали, пока они там все разворачивали. Эти уже погибли. А двух детей женщина выбросила в окно с пятого этажа. И их там поймали соседи. То есть, растянули они там какое-то одеяло. И что они растянули? То есть, ни кубов нет. У пожарных должны быть вот эти надувные кубы. Приехали, сразу бросили, надули и все. И спаслось бы огромное количество людей. Но их показывают только на выставках. Россия там хер знает какая. И все аплодируют. И у них гордость. Вот за это у них есть гордость? За то, что три человека погибло. 27-летний мужчина. Какой мужчина? Парень, 27 лет. 26-летняя женщина. Они говорят про то, что должны детей рожать. Вот эти и рожали как раз. И что с ними случилось? Девятилетний сын погиб. И двоих детей выбросили в окно. Слава Богу, их соседи поймали. И какие-то два посторонних мужика. Сейчас вот ищут пожарные, ищут милиция. Ищут фотографы в нашей столице. Помните, ищут того. Но не могут найти парня какого-то лет 20. Вот еще двух парней, которые спасли детей. А дети остались без родителей. Вопрос, где батуты, где пожарные, где лестницы, где хоть что-нибудь, блядь, в путинской этой сраной эрефии. В Парнауле, Хирам, сгорел очередной кран. До этого в Саратове, до этого еще там где-то. То есть горят краны. Видите, череда такая пожара. Горят дети. Горят краны. Понажовщина произошла между посетителями и охранник торгового центра Калейдоскоп. Ну и так далее. То есть мы видим, что постоянно повторяющиеся действия, то, что мы называем волна, в этом смысле, да, он как бы не его министерство сельского хозяйства, там, с Патрушем, не все остальные придурки, они не видят дальше своего носа, вернее, дальше своего кармана, чтобы украсть. Поэтому, конечно, когда начались трудности, они только эти трудности подталкивают. Почему? Потому что их жадность требует увеличения цены. На эти яйца стоимость яиц растет не по объективным причинам, а потому что началось это движение, все уже трудно что-то остановить. Ну как, вспомните, с маслом, с чем-то еще, с гречкой, да? Субтитры создавал DimaTorzok